Власти Молдовы предлагают внести евроинтеграцию в конституцию страны. Такое предложение есть в резолюции, которую приняли вчера на собрание Европейская Молдова в Кишиневе. Майя Санду под музыку идет к собравшимся в Кишиневе. Рядом с ней председатель Европарламента Роберто Митцоло. Собрание Европейская Молдова, по мнению властей страны, должно закрепить статус Молдовы как европейского государства. Мы пришли, чтобы сказать отчетливо и уверенно молдаване европейцы вместо Молдовы в Евросоюзе. Наш проект и цель – Молдова должна стать членом Европейского Союза. В Кишиневе вчера были танцы. Драка за молдавские флаги. Такого вы точно не видели. Крестный ход за евроинтеграцию. А это та самая резолюция из семи пунктов, которую приняли по итогам собрания. Под номером один – закрепить в Конституции европейский путь Молдовы, чтобы, цитата, «окончательно и необратимо закрепить присоединение Молдовы к Евросоюзу». Эта мечта зависит от каждого из нас. Путь может показаться долгим, но это единственный путь, который обеспечит мир и благосостояние для наших детей. Под пунктом 4 упоминается Приднестровье. Звучит он так. Расширить международный контекст переговоров о мирном разрешении Приднестровского конфликта. Что значит «расширить» и кто будет участником этого международного контекста – неизвестно. В резолюции также требование перенять европейское законодательство, объединить газовую и энергоинфраструктуру с европейской, ускорить вступление в Евросоюз. К 2030 году Молдова может стать членом Евросоюза, а дети, рожденные в этом году, пойдут в первый класс, когда наша страна уже будет в ЕС. А еще вчера была гонка цифр. Полиция Кишинева заявила, что на митинг пришли до 80 тысяч человек. Некоторые СМИ говорили о 100 тысячах, но если смотреть на снимки с дрона, видно, что обе цифры сильно завышены. Все СМИ обсуждают выступления музыканта Евгения Доги, автора знаменитого вальса. Он предложил идти, как солнце, с востока на запад. Только запутался и закончил все так. Наш лозунг сегодня на восток, в Европу. В это же время в Камрате, Аргееве и Бельцах прошли другие митинги, где люди выступали за дружбу со всеми, и Европой, и Россией. В Гагаузии собравшиеся отстаивали свое право на автономию, право самим выбирать Башкана. На этих митингах приняли свою резолюцию, где призвали власти провести референдум по внешнеполитическому курсу Молдовы. Владислав Лукаш, ТСВ